Приветствую, с вами Аполлинария. Сегодня покажу вам, что творится на берегу Азовского моря. Поехали! Смотрите, при съезде Ставриды, когда едете в Щелкино, слева, справа, все в подсолнечниках. Так что тут места для фотосессии практически в самом городе. Вот такой подъезд к бухте космонавтов. На легковой машине проехать можно, просто осторожно. Навигатор показывает, грунтовка, ямы. Ну что, друзья, первая рекомендация на Азовском море от меня, это, конечно, Семеновка и знаменитая бухта космонавтов. По легенде, именно это была любимая бухта Гагарина. Возможно, это легенда, но виды тут действительно космические. Людей немного. А, друзья, какая красота! Несмотря на то, что сейчас море штормит, оно прозрачное. Вот сверху видно дно, песок. Пляж очень красивый, конечно, живописный. И советую потом прогуляться. С этой стороны тоже полюбоваться. Виды открываются разные. Вот такой малолюдный пляж. А то я весной показывала, а мне Аполлинария! Зачем ты рассекречиваешь наши любимые места? Да. А вот мне для моих подписчиков не жалко. Кстати, подписывайтесь в мой телеграм-канал. Там еще больше разных интересных мест, координаты. И все, что остается за кадром, что я не могу выложить на YouTube, я выкладываю в телеграм. Ссылочка внизу. Бухта космонавтов это, конечно, не все. Вся береговая линия ими изрезана. Вот это мыс Казантип. А если спускаться вот с каждой горки, там будут новые-новые укромные бухточки. Просто они поменьше в размерах. А вот тут, где я сейчас стою, видно разваленный стен. Древнее городище. Ай-яй-яй, как некрасиво! Но люди, не будьте свиньями! Забирайте свой мусор за собой! Прямо сейчас на ваших глазах проходит фотосессия. Почему я вас привезла сюда, друзья? Я считаю, что вот эта бухта, бухта космонавтов, это филиал генеральских пляжей. Для тех, кто не может по каким-то причинам с низкой подвеской, все, кто не может доехать, добраться до генералов, приезжайте в Семеновку. Самый фантастический замок из песка, что я видела. Он весь выложен ракушками. Кто-то так постарался. Вот такие здесь гротики для фотосессии. А еще на пляже такая красота из ракушек. И чистое, теплое море. Глубина Азовского моря менее 14 метров, поэтому оно и прогревается быстрее, и теплое оно дольше у нас. Ой, мертвый корнерод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я еще переживала, что периодически набегают тучки. Я думала, как же я буду купаться? Нет, очень-очень теплая вода. Просто супер! Все в Крым! Если честно, я находиться в этом месте рада до безумия. Мне настолько впечатляют скалы, нетронутые уголки природы. Ну и, конечно, чистая-чистая вода. Друзья, Крым прекрасен. Всем, кто добрался, я сама завидую. Друзья, для вас, для всех моих крымолюбов, для тех, кто любит разные крымские продукты, моя личная рекомендация. Если вы вдруг хотите что-то интересненькое привезти из Крыма, необычное, вино это, конечно, хорошо, крымская косметика, но появился еще один крымский продукт. Я его увидела у блогеров, вы их знаете, напишите, если кто видел. И тоже заинтересовалась. Это джинн крымского производства. Его пока можно купить только в Крыму. И если вы не знаете, что интересного привезти домой с полуострова, вот такая вам рекомендация. Там несколько разных вкусов мы купили и классический. А вот с этим вкусом, с апельсином, привезли товарищу сейчас подарим. Вот, друзья, зашла в крупный супермаркет Яблоко и увидела тут этот джинн крымского производства. Есть классический, а есть еще с разными вкусами экзотическими. Малина и апельсин. Стоит 539 рублей. Классический. Если у вас есть карта Яблоко, 500 рублей, но у меня нет. Местонахождение и адрес производства. Россия, Республика Крым, Симферополь. Ну, заодно и взяла сам тоник. Вот такая цена на крымский джинн. Ну что, коктейльчик вот такой крымский, с крымской малиной, крымским джинном. После бухты космонавтов едем в Щелкино. Вот тут вот заправка есть. Вижу тут на первой линии у моря отели. И знаете, запарковано все. Просто немерено машин. И вот мы с вами оказались у визитной карточки города Щелкино, которая находится при въезде в город. Место называется Ротонда. На карте так и обозначено. Это Ротонда-беседка на мысе Черепаха. Беседка называется Беседкой Терешковой. По одной из легенд, Валентина, великая наша космонавтка, любила это место, выбирала его для отдыха. Место к посещению обязательно. Отсюда прекрасный вид на город открывается. На мыс Казантип, где находится Казантипский заповедник, можно на экскурсию туда отправиться. И все, все масштабы отсюда хорошо видны, поэтому хотела начать ролик по нашему самому молодому курорту именно отсюда. Длинный, длинный, длинный пляж. Вот это все, все, без заборов. Только спуск по не очень безопасной тропинке, но нужно очень аккуратно. Сейчас 2 часа дня, поэтому, сами понимаете, без тени не каждый будет находиться в это время здесь. Поэтому после 4 людей, конечно, станет больше. Ух ты, что тут есть? Прямо под беседкой корабль. Чебуреки, мороженое. Ой, класс. Это настоящий корабль, вернее, часть его. Что это за корабль, кто знает, пишите. Привет. Театр теней. А на самом деле хочу показать необычное покрытие пляжа. Осколки ракушек, целые ракушки. Без пляжного волейбола на наших песчаных пляжах никуда. Также тут сразу бросается в глаза вот глэмпинг. Такие гламурные палатки, хорошо оборудованные. И рядом коттеджики, виллы. Пляж меняет свое покрытие с каждым шагом. Теперь это мелкий песок. А, тут у нас детский бассейн-батут. С горками. Ой, я видела в интернете эти зонтики. Еще думала, неужели это в Крыму? Где такая красота? А это у нас на Азовском море, в Щелкино. И вот такой вигвам. Этот отель называется Рига Виллдж. И он самый дорогой. В этих краях, я смотрела вчера, цены от 19 тысяч. Тут номер, но там какая-то супертерритория, бассейны. Бары, рестораны, анимация. И главное, что прямой выход на пляж. Бескрайние пляжи. Здесь даже пальмы посадили. Ну и вообще, местечко, хоть куда, очень красиво так все выполнено. Прям стильно, со вкусом. Бунгало, шезлонги. Дорожки деревянные, чтобы было не горячо. Вот. Такое местечко. Лежишь и наслаждаешься морем. Ресторан Корабль. С панорамным видом. Ой, дальше у нас спортивная площадка. Детская площадка. А море так и манит, пока весь Крым у нас тут дождями заливают. На Азовском море совсем свой. Другой микроклимат на этом Керченском полуострове. О, один отель прямо плавно переходит в другой отель с другим дизайном. Так что, друзья, сервис в Крыму давным-давно уже подтянулся до небывалого уровня. И вообще у нас тут есть отдых в поселке и города на любой вкус и кошелек. Жарко очень. Вода, кстати, у меня тоже. Наша. Крымского производителя. Ну что, идем купаться. Невозможно же так ходить по пляжу и не занырнуть. Кстати, здесь водичка грязнее, чем в бухте космонавтов. Имейте в виду. Теплая. Смотрите, целая череда отелей реально на первой линии. Как нигде. Потому что бывает, что первая линия у нас идет через дорогу, через трассу от пляжа. А здесь выходишь, и ты на море. На Азовском море. Парень сейчас встанет на крыло. Или как это правильно называется у виндсерферов. Столько оборудования тут разного. Вот жилеты. Целый ангар сапбордов. Есть каяки. Каяк час тысяча рублей, сапборд час пятьсот рублей. И смотрите, wing foil и виндсерфинг идет обучение. С инструктором две пятьсот. Ну и это место под лозунгом «Иди катайся и потрать деньги на ветер». Вот такого я еще ни разу не видела. Это тоже сапборд, но он огромный-огромный. Вот для масштаба двойной каяк. Он вообще маленьким кажется. Говорят, это какой-то командный сапборд. Место называется Алоха Казантип. Узнала для вас цены. Оборудованные пляжи, только которые идут от отелей. В основном месте вот надо прятаться, если в тенечке, то под деревьями. Либо устанавливать собственный тент, палатку. Тем временем, кто не хочет останавливаться в отеле, останавливается на первой линии вот в этих деревьях, палатках. Причем совершенно бесплатно. Медузу большую я встретила одну. Она на меня напала сзади. Но никаких дискомфортных ощущений это не вызвало. Приближаюсь к центру города, где набережная. И вижу здесь еще один прокат плавсредств. Мальчик, вот совсем подросток, лет 12, наверное, от силы, встал под парус. Вот это да. А другой мальчик с кругом идет. Вот бы научили плавать всех детей. Не знаю, меня папа с самого раннего детства учил. Я лет 5 уже плавала. Рядом с прокатом есть кафе. В общем, Щелкино у нас считается курортом недорогим. Сами видели, жилье от 1000 рублей. Продукты тоже хорошие. Рынок недорогой. Есть крупные супермаркеты. А город настолько небольшой, необычный, что здесь даже нет названий улиц. Просто номера домов. Вот тоже прям на пляже решили встать. Вот они, спальные райончики выглядывают. С видом на море. Вот такая в Крыму красота. Всех поздравляю, кто доехал. Потому что много писали, что кто-то может и побоиться. А кому-то долго. И поэтому они полетели куда-то в Сочи. У меня всякие есть подписчики. Есть кто в этом году решил выбрать другой курорт. Но много и тех, и таких больше, кто все-таки едут в Крыму. Любителям писать про окопы. Ваша рубрика. Вот, пожалуйста. Предлагаем вам. Снимайте. Недорого. Щелкино. Пляж. Когда же ты уже закончишься? И какой кайф. Никаких заборов. Не то, что на южном берегу. Все там поперегораживали. По берегу не пройти. Людям прилечь негде. Гальку всю вымыла. А вот и начинается здесь сама набережная. Она новая совершенно. Как жителям города Щелкино не хватало такого полноценного променада. Большое счастье, что его тут построили в рекордные сроки. Все это в прошлом году было. Тут даже есть велодорожка. Что в Крыму у нас как-то редкость. На этой построенной части тут кафе. Вдоль моря. Туалет и зоны отдыха со скамейками. До того момента, когда здесь уже разрастутся деревья, появится натуральная тень, конечно, пройдет какое-то время. Тут импровизируемые навесики. Очень скромные. Шезлонг можно снять. Душ и раздевалка. Знаете что, я не помню, чтобы здесь было колесо обозрения. Знатоки Щелкино. Напишите, пожалуйста, его что ли недавно установили? Кто знает? Дорогие зрители, пишите, как вам отдых на Азовском море. А может быть, кто здесь ни разу не ездил, не отдыхал, сейчас просто приметил для себя, что такое замечательное место. Недалеко от Крымского моста. То есть, приехали, и вы на месте. Тут всего где-то час, может полтора от моста. Ой, собака, не ругайся. Я тебя не трону. Не бойся меня. Внимание на море Шторм. Где они Шторм увидели? О, главное развлечение Азовского моря. Обкидывание медузами. Это очень весело. В детстве знаем, практиковали. Лишь бы не попасть по лицу, потому что будет печь. Кто тоже практиковал в детстве обкидывание медузами, пишите в комментариях. Ой, тут какое-то прям медузовое побоище. Вот это главная аллея, где все сувениры находятся. И всевозможная еда и мороженое. Вот туда вот идете, приходите в город, в спальные районы. Ой, я тут увидела. Могу посмотреть, как я выгляжу после купания волосы. Так, идем дальше. Пляж продолжает продолжаться, извините. А как я еще это могу назвать? А, прейскурант. Вот, отлично. То, что я искала, то, что вы спрашиваете. Шезлонг 300 рублей весь день, 200 рублей после 16. И абонемент на 7 дней за 250 рублей можно купить. Возле колеса обозрения заканчивается набережная. Кто выигрывает? Ничья? Тут на днях я вас в ролике спрашивала. Друзья, как же правильно, бунгало или бунгало? Как так? Но мы с вами так и не пришли к единому знаменателю. Все писали разное. И все эти беседки сейчас заняты. Вообще все. Так вот он, архитектор главный. А то только встречаю, везде замки из песка. А зодчих нет. Вот, так что можете познакомиться. Как вас зовут? Главный архитектор песчаных замков. Василий. Вот, теперь вы знаете его в лицо. Очень красиво. Сколько терпения надо, чтобы вот это сделать, я не представляю. Обратите внимание, в Щелкино тут собрались расширяться. Вот и плитку подвезли, тротуар выложили. Дальше там что-то тоже планируют делать, площадку заливать. Развивается курорт. Как это радует. Так, я не поняла, Щелкино, ты когда закончишься уже? Вот это у нас мыс Казантип. Вы же знаете, что раньше тут фестиваль проводился. И его назвали в честь этого мыса. Дно Казана. Но потом что-то пошло не так. И фестиваль перенесли в Поповку. Где он тоже перестал существовать. А в этом году вроде как в Поповку и не пускают на пляжи. Ой, что-то мне подсказывает, что Щелкино скоро прям будет курорт один из самых лучших. Прям будут завлекать туристов домиками, которые на самом берегу моря. Вот это да, тут целая, целая большая деревня появилась. Так что присмотритесь, ищите потом на сайтах бронирования. Вот это я понимаю, вот это развитие. Слушайте, дошла я. Вот практически до мыса уже в Казантип. Это у нас бухта русская. А за мысом, вот за этим зеленым, бухта татарская. Да, наивно я полагала, что людей немного в Щелкино. То просто я с 12 до 4 часов дня бродила. Вот что творится на пляже к вечеру. В одну и в другую сторону ума народа. После пяти как повысыпал народ. Еще хочу сказать спасибо большое за донаты Виктору Москвину и Аскару Те как раз на бензин. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал и будем путешествовать по Крыму вместе. Спасибо.